Есть такое некрасивое клише, будто на детях-гениях природа отдыхает. Как будто дети Пушкина или Моцарта обязаны быть не самими собой, а как бы продолжением своих великих отцов. На самом деле, дети-гениев часто не принадлежат себе, жертвуя своим призванием во имя сохранения наследия и развития идей родителей. Примеров такого служения не счесть. Но служение это не напрасно. Доказательство этого – цветущее поленово, которое не было ни разрушено, не разграблено, не потеряло своего предназначения. В этом, несомненно, огромная заслуга сына Василия Поленова, Дмитрия Васильевича. И о нем сегодняшний рассказ. Жизнь детей Поленовых, как и многих в нашей стране, поделила напополам революция. Митя Поленов родился в 1886 году, став после смерти брата Феди старшим ребенком Василия Дмитриевича и Натальи Васильевны. Его влекли естественные науки, устройство природы и все, что росло и цвело. И цветы, и шмели, как писал Бунин. Еще в детстве, которое прошло здесь, на Оке, он разделил увлечение отца рекой, речной навигацией и рыбной ловлей. Так что никто не удивился, когда молодой человек поступил в Московский университет на естественное отделение. Это было, кстати, бурное время Первой русской революции. Но молодого Поленова это брожение не захватило. Однако и большим ученым стать ему было не суждено. Нет, Дмитрий Васильевич всю жизнь наблюдал за фауной Оки, вел дневник, полный вполне научных наблюдений, занимался посадками в поместье. Но все это отступало перед долгом служения семье, семейному гнезду и отечеству. В 1911 году Поленов был избран крестьянами церковным старостой, как он писал в «Милом моему сердцу храме», то есть в Беховской церкви Святой Троицы, выстроенной Василием Дмитриевичем Поленовым. В 1914 году Дмитрий Васильевич Поленов уходит на фронт Первой мировой войны. Понимая, что эта страшная война приведет Россию к гибели, это его собственные слова, он не мог оставаться дома. И это полностью соответствовало традициям семьи Поленовых, чьей семье многие носили форму, не романтизируя при этом образ войны. Дмитрий Васильевич вернулся с фронта кавалером Георгиевского креста. Близкую победу тогда отменил Октябрьский переворот, и началась другая жизнь. Впрочем, семью Поленовых тогда не тронули. Сохранился приговор конюшенского сельского общества от 8 сентября 1918 года, где сказано, что за гражданином Дмитрием Поленовым не замечали плохого поведения, и пусть он остается проживать. В новых реалиях выживать в семье, как и многим, приходилось собственным трудом. Семье художника, получившего звание народного, разрешили остаться в поместье. Но Василий Дмитриевич слабел, и тогда Дмитрий Васильевич стал фактическим главой семьи. В 1922 году он совершил гражданский подвиг. Чтобы утварь и иконы церкви Троицы в Бехове не были экспропрированы большевиками, Дмитрий Васильевич составил подложную опись всего, что находилось в храме. Это было тогда расстрельное дело. В 20-е годы, живя в поместье, Дмитрий Васильевич продолжал заниматься музеем отца, возил экскурсии и ни на минуту не забывал, что он биолог. Его дневник этого времени полон наблюдений за рыбами, насекомыми и деревьями. И, кстати, подтверждает, что Дмитрий Васильевич тоже прекрасно рисовал. Вот его акварели 1918-1920 годов. Щука, налим, рак. После смерти Василия Дмитриевича в 1927 году его сыну пришлось думать, как сохранить дом и поместье в целости. И он нашел выход, пригласив своих друзей, артистов Большого театра, проводить здесь время летнего отпуска. Наверняка это на годы отсрочило предстоявшую драму. 23 октября 1937 года Дмитрий Васильевич и его жена Анна Павловна были арестованы по доносу местного стукача. Их обвинили в сотрудничестве с английской разведкой. «Я не говорю по-английски», – сказал Поленов, – «только по-немецки». «Ну, значит, с немецкой», – сказал следователь. Их разделили и отправили в лагеря на 10 лет. Дмитрий Васильевич отбывал наказание в Сибири и на Дальнем Востоке, работал на кирпичном заводе. В переписке с сыном Федором природа, деревья, птицы, рыбная ловля играют в это время для него огромную, я бы сказал, спасительную роль. Например, в июне 1939 года в письме из лагеря читаем «Здесь громадные лиственницы. Я сосчитал годичные кольца на пне одной лиственницы, их оказалось 382». То есть она начала расти еще при Иоанне Грозном. После ареста Поленовых появились желающие упразднить музей, оставив лишь одну мемориальную комнату, а коллекции отдать Третьяковской галереи и Тульскому художественному музею. К счастью, борьба членов семьи и друзей увенчалась успехом. Музей выжил. Но часто менялись случайные директора. Один из них, когда началась война, а немцы были в Тарусе, бежал с картинами Левитана, Коровина и Маковского. Немцы не перешли Аку. Деревянный дом уцелел. Его защитили от обстрела в деревья парка. А в начале 1945 года раньше срока вернулись изможденные, переболевшие всеми болезнями Дмитрий Васильевич и Анна Павловна. Анна Павловна долго еще ложилась спать в одежде, боясь, что за ней придут, и она не успеет одеться. Реабилитация Поленовых последовала только в 1956 году, во время оттепели. Преданный семье и делу отца Дмитрий Васильевич уже в победном году провел полную инвентаризацию музейной коллекции. В результате серьезной поисковой операции были найдены и возвращены аж из Южно-Сахалинска пропавшие картины. Деньги на музей при этом не выделялись, не было штатного расписания, и очень долго все-все здесь держалось на двух людях – Дмитрия Васильевича и его жене Анне Павловне. Дмитрий Васильевич был не только многолетним директором музея, но также сохранял парк, заложенный отцом. Сказались фундаментальные знания, полученные в университете. В Сибири его необычайно впечатлили пихты и кедры, и он решил посадить их в усадьбе. И эти деревья до сих пор растут здесь. Он следил за тем, чтобы виды, которые были важны для Василия Дмитриевича, не были утрачены. Поэтому, когда парк разросся, он прорубил две просеки. Об этом он писал в 1958 году сыну Федору, будущему директору музея. «Просеку проделали и открыли вид на Тарусу. Мне очень приятно, когда я гляжу на луга и на Тарусу на горизонте. Мне чудится, что я переношусь в детство и юность, и имею общение с родителями. Мама застала еще этот вид, правда, уже только с крыши дома, когда мы с ней слушали пасхальный звон в ночь на 8 апреля 1927 года». Сам Дмитрий Васильевич ушел из жизни в 1967 году и был похоронен на Беховском погосте рядом с отцом и матерью. А в семье Поленовых имя этого человека, который претерпел многое и многим пожертвовал, вспоминается всегда с большой благодарностью. Без этого хранителя, с умом ученого и сердцем художника, скорее всего, не было бы у нас сегодня музея Поленова. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...